Партнеры программы. Футбольная школа «Спартак Юниор» и «Союз Тхэквондо Бурятии». Всем физкульт-привет! В эфире ТВ Кома программа про спорты. Я ее ведущая Анастасия Пронькинова. Декабрь месяц. И каждую неделю мы подводим итоги. И вот что вы увидите прямо сейчас. В Улан-Удэ прошел чемпионат и первенство Бурятии под «Хэквондо» и ТФ. Новогодний турнир по мини-футболу. На призы СТО «Автодрайв» среди юношей 2013-2014 года рождения. 2022 год В Улан-Удэ прошел под девизом «Год здоровья и активного долголетия». Капа, перчатки и шлем, а также футы – основная экипировка тхэквондиста. Ну а мы находимся на чемпионате и первенстве в «Хэквондо» и ТФ «Бурятии». Более 300 спортсменов в два дня – 17 и 18 декабря – боролись за путевку на чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа под «Хэквондо» и ТФ. Ведь чемпионаты первенства Бурятии – это не только отбор в сборную Бурятии, но и возможность спортсменам отстаивать честь региона на сильнейших соревнованиях. Для нас это завершающий турнир календарного года, потому что этими соревнованиями мы закончили соревновательный период, а с другой стороны – это, наоборот, открытие спортивного года, потому что данный турнир является отборочным соревнованием на чемпионате и первенство Дальневосточного округа, который будет проходить у нас с этого 5 февраля, и также на чемпионате и первенство России, который будет выходить в апреле в городе Самара. Несмотря на трудную ситуацию в мировом сообществе, наши спортсмены продолжают работать над своим мастерством и не перестают мечтать о международных соревнованиях и так держать. Я люблю этот вид спорта, потому что он научит постоять за себя, и я нахожу новых друзей. Соревнования выступила хорошо, все подготовила, все сделано правильно, хорошо, и следующие старты, скорее всего, это будет ДФО, это будет отбор на первенство России. Также на первенство России я хочу, буду готовиться, чтобы отобраться на первенство мира. А также напомним, что наши спортсмены под Хэквондо и ТФ заняли призовые места на Кубке мира, который проходил с 8 по 12 декабря в Минске. В соревнованиях участвовали 900 спортсменов из 10 стран. Александр Бодров занял первое место в личном спарринге до 64 килограммов и первое место в командном спарринге среди мужчин. Первая, получается, медаль открыла, которая наш медальный зачет в Республике Бурятия была серебряная. То есть это была программа Туль, формальный комплекс движений, 12 упражнений. Вторая медаль – это весовая категория 64 килограмма, личный спарринг, где завоевал первое место. Ангелина Пищалкина заняла второе место в личном спарринге и первое место в командном спарринге среди женщин. Мария Филатова также на первом месте в личном спарринге до 65 килограммов среди юниорок в 14-15 лет. Дарья Шивопугина заняла серебро в личном спарринге до 52 килограммов среди юниорок в 16-17 лет. А Анастасия Бурдина – бронза в личном спарринге до 50 килограммов среди юниорок в 14-15 лет. Тренеры спортсменов Баир Будудареев и Игорь Цибденов. Ну а прямо сейчас мы находимся на традиционном новогоднем турнире на призы СТО Автодрайв. Турнир по футболу принимает участие 8 команд 2013-2014 года рождения. Все по-настоящему, все по-взрослому. В турнире принимали участие 6 городских футбольных команд. Лара, Селинга, лидер, спортивная школа номер 5 2013 года рождения. Спарта и команда спортивной школы номер 5 2014 года рождения. А также две футбольные команды из района Бурятии. Спортивная школа Олимпийского резерва из Гусянозерска и Орленок из Кабанского района. Для этих детей очень спасибо организаторам, что приглашают. Для детей, которые в районе, с района это очень приятно. Во-первых, они находят общий знакомых других, новых знакомых, общаются. Ну и вообще мы очень рады. В перерывах между играми я успела пообщаться с юными футболистами. Симпатяшка, как тебя зовут? Иван. Иван, как давно ты тренируешься? Кто у тебя тренер? Как твоя команда называется? Я тренируюсь где-то год назад. Тренера зовут Виталий Васильевич. Что ты умеешь крутое делать? Я? Сейчас, если мы тебе дадим мяч, что-нибудь сделаешь прикольное? Не знаю. Да. Хороший, давай пять. Тоже хочу радугу показать. Ну давай попробуем. Юные спортсмены забавные. У многих есть свои кумиры. Для меня самый футболист Лионель Месси в клубе по сюжету. Гол – это жизнь. Я люблю свою команду. Мне нравится своя команда. Я хочу выигрывать много-много, чтобы стать знаменитым. Самый захватывающий матч пришелся на финал турнира, где встретились два непримиримых соперника – спортивная школа номер пять и футбольный клуб «Спарта». В первом тайме спартанцы завладели как территориальным, так и психологическим преимуществом. Очень быстро забили два мяча. Футбол – это такая интересная штука. Может произойти все, что угодно. Не зря же там вот так, где ладури, вот эти ладури. Вот 0-3 горим. Сейчас 1-3. У нас… Я верю в команду. Я знаю, что мы можем. Тем более по этому турниру мы из четырех игр, мы все четыре игры проигрывали в счете. Все четыре одержали волевые победы. Все, что угодно может быть. Я спокоен. Для меня самое главное, чтобы эти мальчишки, они себя не угнетали, а просто получали удовольствие от футбола. Это для меня в первую очередь. Счет 0-3. Все игроки спортивной школы номер пять опустошены. Болельщики родители яростно поддерживали юных футболистов. Юр – это счет! Юр – это счет! Юр – это счет! Опасных моментов у спортивной школы номер пять было много. Не хватало реализации. А футбольный клуб «Спарта» наоборот. Немного подрасслабились. У нас в обоиме вот 10 человек заявки. Все должны выходить на поле. Все должны играть. Свой шанс должны все получать. После перерыва во втором тайме борьба за мяч нарастала. И команда спортивной школы номер пять забила два гола. Счет 3-2. Мне сейчас начнут нервничать, мы начнем. А за две минуты до конца матча капитан команды спортивной школы номер пять забил третий мяч в ворота «Спарту». 3-3. А зрители кипели, перечали. Ну а серия после матчевых пенальти по пять ударов определила победителя. Детский футбол безумно эмоциональный. Накал страстей не уступал матчам прошедшего чемпионата мира. А у нас со счетом 4-2. Футбольный клуб «Спарта» чемпион. По итогам турнира первое место занял футбольный клуб «Спарта». Второе место спортивная школа номер пять 2013 года рождения. Третье место спортивная школа номер пять 2014 года рождения. Лучший вратарь. Ростислав Аширов. Футбольный клуб «Спарта». Лучший нападающий. Роман Падерин. Спортивная школа номер пять. Лучший защитник. Артем Баранзаев. Спортивная школа номер пять. Самый красивый гол. Андрей Бронников. Спортивная школа номер пять. Лучший игрок. Павел Иванов. Футбольный клуб «Спарта». Все участники турнира награждены памятными подарками и призами. Перейдем к спортивному фестивалю «Лига мечты». 14 декабря в региональном спортивном комплексе «Патриот» прошел фестиваль «Лига мечты», посвященный Международному дню инвалидов. В мероприятии приняло участие 80 особенных детей. Фестиваль реализован в рамках проекта «Поверь в себя, не запрещай себе мечтать» победителя фонда президентских грантов. Благодаря таким фестивалям мы вовлекаем родителей в спорт. Дело в том, что ребенок с особенностями развитиями, он не может сказать родителям, что он захочет заниматься спортом, что у него есть такие потребности. А родители иногда сами не осознают, насколько это важно для ребенка. Это один из самых первоначальных этапов для развития, в принципе, для таких детей. И когда родители начинают участвовать в таких фестивалях, они понимают, насколько это классно. Они понимают, они могут где-то сами поучаствовать, и они понимают, насколько это круто, и что это реально. То есть многие родители еще боятся занятий спорта, говорят, мой ребенок не справится, мой ребенок не сможет. А когда они пришли сюда, увидели, что их ребенок вполне успешен, что тренер все понимает, что все занятия подстроены под их особенности, и они уже не боятся. «Лига мечты» – программа альтернативной комплексной реабилитации личностей, которая предлагает регулярные занятия спортом и творчеством для детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья. Регулярные занятия по программе «Лига мечты» являются эффективными и очень мотивирующими для детей и молодежи. Переступая порог спортивного комплекса, дети становятся спортсменами. Главные принципы организаторов фестиваля «Лига мечты» – безопасность, индивидуальный подход и формирование психологии победителя. Организаторы проекта «Поверив себя, не запрещая себе мечтать» превратили сложную реабилитацию в игру. Заменили больничные палаты на горнолыжные склоны и скалодромы, вводное пространство и роледромы, а медицинское оборудование на спортивный инвентарь. Ну а самая важная цель – это сделать жизнь семей с особенными детьми активной. 2022 год прошел под девизом «Года здоровья и активного долголетия». Отрадно сказать, что наша программа про спорт была отмечена и награждена на закрытии тематического года. И какой он был у Лан-Удэ спортивный, смотрите в сюжете без комментариев. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА